Всем привет на канале Удачмен! Сегодня у нас с вами будет тема запрет, так, господа гусары не ржать, голубой мечети в Гамбурге. А именно, после целого ряда демонстраций с участием радикальных исламистов, с участием игиловцев, с показом вот этих вот черных флагов с надписями игил, с пропалестинскими выкриками, что нужно наказать государство Израиль, нужно его уничтожить и так далее. И последним пунктом к запрету вот этой вот мечети, к закрытию этой мечети и аресту Моуи, который проповедовал якобы писание из Корана, а на самом деле просто-напросто разжигал ненависть к неверным, как они это называют, послужил следующий пункт. На последних выходных в Гамбурге прошла многотысячная демонстрация мусульман, все одеты были в черную одежду, шли с зелеными флагами. Людей, которые проходили все это, видели, спрашивали журналисты, спрашивали корреспонденты, как они к этому относятся. Практически все люди сказали, что им уже стало опасно ходить по улицам города, потому что на выходных особенно многотысячная толпа радикально настроенных мусульман идет по городу и выкрикивает какие-то свои лозунги. Люди просто-напросто боятся находиться рядом. Многие говорят, что мы находимся в христианской стране и просто поражаемся тому, что почему наше правительство допускает такой развал нашего общества. Так вот, многие мусульмане сказали, что это была вот эта вот демонстрация, на которой были абсолютно все в черной одежде, была посвящена какому-то траурному событию из жизни мусульман, какой-то там женщине, одной из подвижниц пророка Мухаммеда, и поэтому они вышли на такую демонстрацию, чтобы почитать ее память. Но, почитая память этой женщины, почему-то они выкрикивали лозунги с требованием создать в стране государство халифат и уничтожить Израиль. Вопрос, опять же, остается открытым. В мире 56 мусульманских государств, вернее, арабских государств, 22 из них радикально настроенные исламисты. Почему бы вот этим вот гражданам, которые живут здесь, сидят на пособии, ни хрена нигде не работают, не поехать туда? Да, опять же, этот вопрос я время от времени задаю в этих видео, но ответа на этот вопрос я не получаю ни от кого. Наоборот, к нам под эти видео прибегают люди, которые в школе, отучившись с горем пополам, на тройке с минусом, на двойке, начинают угрожать расправой всем тем, кто создает эти видео, и всем тем, кто пишет комментарии под этими видео. То есть этих людей уже в этих мечетях, как вот в этой вот голубой мечети в Гамбурге, готовят к нападению на неверных. Эти люди, приехавшие сюда, в Германию, под видом беженцев, мигрантов, ищущих убежище, вдруг через какое-то короткое время выходят на улицы с лозунгами уничтожить неверных, уничтожить это государство, создать здесь законы шариата, создать полицию шариата, заставить всех женщин ходить в платье с головы до ног, чтобы даже глаза, она могла только смотреть этими глазами через сетку. Есть, я как-то видел в магазине одного афганца со своей женой. Честно сказать, я был вначале шокирован. На улице плюс 35 жара, он в легкой одежде, его жена одета полностью в черное одеяние, как оно называется, хиджаб, полностью в черное. И там, где у нее глаза, черная плотная сетка. То есть она видит мир через сетку, мир через решетку. Ну, вера у них такая, елки-палки. Это они считают, что у них вера. А по мне, так это издевательство над человеком, это нарушение прав человека. Вот в первую очередь я могу сказать, что ислам, вот эта вот религия, это нарушение прав человека. А теперь давайте угрожайте мне. Там какие-то ингуши или чеченцы, кто там. Давайте, начинайте угрожать, что вы сейчас прибежите сюда, по Рижу, на куски по Куцею, по Рущею прогрызу, вот здесь, пожалуйста, кусите меня, да, вот здесь. Люди безграмотные, люди алчные, влекомые, ведомые на заклание, как бараны, будут собираться на такие демонстрации и кричать в поддержку халифата или в поддержку Палестины или еще чего-то. Но то, что произошло в Гамбурге, это первый шаг на пути к остановлению, вернее, к запрету вот этой вот исламизации в стране, к остановке вот этого безумия, которое творится сейчас вокруг нас в крупных городах Германии. Естественно, вот этим мусульманам, особенно вот этим радикальным вот этим исламистам, которые вдруг были шокированы сообщением о том, что голубая мечеть в Гамбурге была закрыта, на нее наложили запрет и вот этого главного проповедника арестовали. Эти исламисты в шоке от этого. Они даже не знают, куда его увезли. Они строят планы по его освобождению. То есть в ближайшие дни могут начать происходить теракты. Где-то кто-то кого-то убьет, где-то кто-то взорвется в Германии. Это сейчас идет именно к этому, потому что надо в конечном итоге уже снимать с себя вот эти розовые очки и смотреть по сторонам, что начинает твориться в стране. Хорошо, что у нас еще в правительстве есть некоторые люди, которые смотрят на вещи реально. Вот это вот госпожа Нэнси Фезер, министра внутренних дел, которая с гордостью говорила о том, что она закрыла ультраправый журнал «Компакт», так как он ультраправый, разжигает расовую дискриминацию, ненависть другим людям. Как-то вяло прошлась по этому запрету, вот этой голубой мечети в Гамбурге. По-другому я не могу сказать. Как фильм «Полицейская академия» и «Бар голубая устрица». Не могу я сказать это по-другому, не могу. Она как-то вяло прошлась по этому вопросу. Видно, все-таки побаиваются реакции, побаиваются того, что сейчас может начать происходить на улицах крупных городов, именно крупных городов. Берлин, Гамбург, Франкфурт на Майне, Кёльн, Бонн, Мюнхен. Ну, в Мюнхене, правда, полиция работает очень хорошо, очень слаженно. Хотя, преступления все равно совершаются. Но не так, как на севере страны. Интересный, конечно. Интересный факт о том, что вот закрыли вот эту мечеть. И мы надеемся на то, что демонстрации вот эти вот теперь будут разгонять. Если не дубинками, то хотя бы водометами. Потому что сейчас уже на демонстрации вот эти вот радикальные исламисты, они будут выходить, но это уж поверьте, не с пустыми руками. В руках помимо флагов у них будет что-то еще. Я не запугиваю вас, я просто говорю, к чему нужно быть готовым, чтобы вдруг на улице, увидев нескольких людишек, идущих с флагом ИГИЛ или с флагом Палестины, нужно держать ухо востро и быть готовым к контратаке. Быть готовым к контрнападению. То есть, если вдруг они занесут руку себе за спину, в лучшем случае убегайте, если вы можете бежать. А еще лучше, давайте сразу же отпор. А полиция потом разберется, кому принадлежал тот нож, на котором нашли отпечатки вот этого ИГИЛовца, который шел, мирно демонстрируя, с флагом ИГИЛ или с флагом Палестины. Шел бы туда, и там бы регистрировался, и там бы проходил на своих демонстрациях. Но почему-то они не хотят ехать в Афганистан. Хотя, руководство Талибан сказало, пожалуйста, мы открыты для переговоров, мы готовы забирать у вас всех афганцев, которых вы хотите выдворить. В любое время вы связываетесь с нами, мы говорим, когда мы их берем, и вы нам их присылаете, естественно, за определенную плату. Единственное условие, которое выставил Талибан, что люди, которые не подвержены криминальным деликтам, чтобы эти люди имели право вновь подать заявление, к примеру, в консульский отдел, той же Германии или Швеции на предоставление выездной визы из Афганистана. Но, опять-таки, Талибан сказал, мы готовы принимать всех афганцев или сирийцев, но не тех, кто стоит за исламское государство. То есть, все больше убеждаясь, что в Талибане люди с головой, люди думающие, да, они радикальные, но они все-таки думающие. И им свой ИГИЛ под боком в стране нафиг не нужен. В общем, так, имейте в виду, но мечеть, голубая мечеть в Гахмурге, попала под запрет. Не забудьте подписаться на канал. Всем удачи, пока. господи, господи. Бог. 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 Продолжение следует...